Элементы нефтегеологического районирования И, как я вам говорила, самым наименьшим элементом нефтегеологического районирования является залеж. И залежи мы с вами уже рассмотрели. И начали рассматривать более крупным элементом. И таким элементом является месторождение нефти или газа. И мы с вами рассматриваем классификацию, которая основана на классификации Владимира Борисовича Ленина с дополнениями. И вот эта классификация рассмотрена в книге «Геология нефти и газа» 2012 года Оли Константиновны Баженова с авторами. Поэтому вот там с ней можете знакомиться. Мы с вами рассмотрели два типа. Тип выделяется по генезису, а класс и подкласс выделяются по строению, по морфологии. И к определенным типам месторождения приурочен набор залежей. Классификацию залежей мы с вами рассматривали. И вот каждый тип я вам даю, какие могут быть типы залежей приурочены к этому месторождению. Вот это вы должны понять. И привожу примеры. Некоторые слайды я вам уже показывала, когда мы рассматривали залежи. И вот подтверждение этих классов, оно как раз на этих месторождениях и показано. Когда вы будете готовиться к экзамену, вам нужно будет усвоить, какие классы залежей приурочены к какому типу месторождения. Вот на этом основан будет ответ. Поэтому мы с вами дальше рассматриваем. И следующий у нас тип – это отраженного складкообразования. Месторождение отраженного складкообразования. Здесь выделяется два класса в этом типе. Это месторождение куполов, братья антиклиналий и антиклиналий платформенного типа. И внутри этого класса можно выделить два подкласса по структуре, по морфологии месторождений. Это подкласс пологих складок. И второй подкласс – это флексур. Надеюсь, что такое флексура вы знаете. И на практике в Крыму вам об этом рассказывали. И как раз вот сельбухра и является там, выделяется такая флексура. Вспоминайте. Ну и второй класс – это платформенных синклиналий. Он более редкий, и я даже не нашла примеры месторождений, которые подтверждают, что такие залежи синклинальные только в теоретическом плане они могут быть. Ну и давайте рассмотрим первый класс месторождений братья антиклиналий и антиклиналий платформного типа. Ну это шестой класс. Он объединяет месторождения, которые сформировались. То есть генезис – это отраженный или глыбовой складчатости. Само название складки – отраженные. Отраженные в их генезисе должны быть либо эрозионные выступы, либо даже, может быть, какие-то биогенные выступы тоже над ними могут формироваться. Такие же залежи к таким месторождениям они относятся. Ну и как вот здесь сказано, что ловушки формируются как консидименционные. Понятно, что такое. Во время накопления осадков. И постсидименционные, которые могут формироваться в результате вот этой такой глыбовой складчатости, складчатости и сжатия. И об этом мы с вами тоже говорили, когда рассматривали залежи. И, значит, как правило, это симметричные складки, пологие складки, да, наклоны крыльев незначительные, от долей даже градусов, может, до нескольких градусов. Ну и как мы с вами тоже об этом говорили уже, еще раз повторяю, чтобы вы запомнили, что вот вверх по разрезу складки становятся менее выраженные, да, на глубине. Это может быть 5-10 градусов, а уже ближе к поверхности они выполаживаются и могут уже составлять где-то первые градусы, даже, может быть, меньше, чем градусы наклон этих слоев. Ну, что такое брахи-антиклинальные, надеюсь, тоже вы запомнили. Ну, могут быть и более сложные складки. Вот структурная геология наверняка вам, Елена Юрьевна, рассказывала, что такое плакать-антиклинали, да, что это такие сложные, с раздуванием складки, могут быть запрокинутые складки и так далее. Могут объединять несколько, вот, месторождение объединяет несколько, как бы, складок, что с разными, разные, разные, более мелкие складки объединяются, и они входят в одно месторождение. Как правило, эти месторождения, платформенные месторождения, да, они формируются на платформах, и это самые распространенные месторождения по количеству, вот, как здесь написано, что они, их около 20 тысяч в разных нефтегазоносных бассейнах, вот, и к ним относятся гигантские месторождения, и у нас в России это и Самотлор, самое крупное месторождение, и второе по запасам, это Ромашкинское месторождение, они тоже относятся к этому классу. Ну, в других нефтегазоносных бассейнах тоже можно выделить, вот, например, Штопановское месторождение, это Баренцево-Морский нефтегазоносный бассейн, это тоже наверняка вы слышали, вот, и кроме гигантских и очень крупные, вот, Западной Сибири, это Усть-Балыкская, это Баваненковская, и в Улго-Уральском бассейне это Новоелховское месторождение. Ну, и если мы с вами посмотрим, какие же залежи приуроченные могут, как бы, выделяться или объединяться, на этих месторождениях, вот, здесь красным как раз это перечислено. Ну, что такое сводовые, антиклинальные, наверняка вы это понимаете, что такое. Они могут быть как пластовые, так и массивные, да, чем отличаются пластовые от массивных, мы тоже с вами рассматривали. Также разного типа экранирования залежи могут быть, как по поверхности несогласия, вот здесь вот на рисовке это изображено, что это за залежи. Это экранированные могут быть по разрыву, да, тектонически экранированные могут быть, и также могут быть седминационные линзы. Насколько мы с вами говорили, что эти месторождения, залежи этих месторождений, они могут формироваться во время консидименционные по генезису, то есть во время осадка накопления. Ну, и как пример, вот здесь вот пластово-сводовые залежи месторождения Тимана-Печорского бассейна, старое месторождение Усинское, возможно, оно уже в основном выработано. Ну, единственное, что мы с вами не рассматривали, это залежи во флексурах, да, ну вот как раз Б, это как раз месторождение флексур. И здесь тоже они это изображены, и вот если вот это вот к флексуре можно отнести, да, то вот это можно отнести даже к сводовым, потому что свод там тоже есть во флексурах. Ну, самое крупное месторождение Самотлурское, я вам уже этот разрез показывала, значит, что это многопластовое месторождение, да, что здесь есть как пластовые, так и массивные залежи, вот верхние, это пласты А, это массивная залежь нефтегазоконденсатная, а вот пласты Б, да, которые и являются по запасам самыми крупными на этом месторождении, БВ-8, да, они пластовые, ну и здесь в этом разрезе есть элитологически ограниченные, ну, а вот уже нижняя часть, это в основном юрский, нет, это тоже вланжинский, здесь мы с вами видим тоже пластово-сводовую, ну и элитологически ограниченные залежи. Как вот здесь написано, что максимальная амплитуда складки это 160 метров, да, а вверх она, значит, ну, 160 это в нижней части, там есть и юрские залежи небольшие, вот, а уже на поверхности, ну, здесь 1600, а если мы еще выше поднимемся, то она выполаживается до 40 метров, значит, видите, как вот эти свойства, вот этих отраженных складок, которые формируются, что у нас амплитуда вверх по разрезу уменьшается. Ну, и здесь некоторые, да, вот по запасам материалов, что доказаны, вот, извлекаемые запасы, когда это месторождение было открыто в 1965 году, то подсчитали, но потом был пересчет запасов, и он несколько увеличился. Ну, в настоящее время, конечно, оно практически все выработано. На нем пробурено более 16700 скважин, сейчас уже, наверное, больше, я так думаю. В настоящее время добывается методом законтурного заводнения, и поэтому, вот, как здесь написано, что при добыче 98% поступает воды, которую закачивают, да, и всего 2% нефти, но все равно добыча идет. Значит, разрабатывается с 1969 года, было открыто в 1965, а разрабатывается с 1969 года. Значит, вот, как раз это время, тут 4 года на разведку дополнительную. Следующее по запасам, по величине запасов, это Ромашкинское месторождение. Оно открыто в 1948 году, да, раньше. Это было первое вот такое крупное месторождение в России. И запасы несколько меньше, чем самотлорского месторождения. Тоже оно почти все выработано на 80%, но все равно еще добыча идет. И здесь тоже мы с вами видим тот же набор для залежей отраженного складка образования. Ну, вот здесь вот это хорошо видно, что здесь выполажение происходит, да, здесь уже в верхней части уже никакого вот этого вот антиклинальной структуры не наблюдается. Здесь это немного меньше выражено, но это на глубине 1400 метров, а если мы посмотрим разрез выше, то там тоже такое выполаживание, оно выражается. Новое Илховское месторождение, это Прикаспийский, Волго-Уральский нефтегазоносный бассейн. И здесь мы видим и массивные залежи, и пластовые залежи, и тоже, вот видите, вот этот вот фундамент, да. И вот эти складки образовались, но кроме складок отраженного, здесь залежи, которые антиклинальные над блоками фундамента. Здесь еще большое количество литологически ограниченных в разных нефтегазоносных комплексах. И вот Девонский тоже, видите, тоже есть, и вот пластово-сводовое, и литологически ограниченные. Также набор остается тот же, который характерен для этого типа месторождения. К этому же классу относится и уренгойское месторождение. Вот здесь очень хорошо видно это выполаживание, да. Здесь перерыв, видите, 1100, а тут 2300. Здесь просто вырезана часть разреза, и поэтому здесь вот это так резко видно, что уменьшается амплитуда. А на самом деле она постепенно уменьшается, и даже выполаживание происходит. Вот здесь, например, нет уже на поверхности, нет никакого свода. Но про это месторождение я вам рассказывала, не будем на нем долго останавливаться. Здесь и пластовый, и массивный залежь, верхний газовый залежь. Это самое крупное газовое месторождение у нас в России. Это тоже я вам показывала, когда мы с вами рассматривали массивные залежи, да, оренбургское месторождение. Оно тоже относится к этому классу. Залежь массивная газоконденсатная. Оренбургское, извиняюсь, оренбургское, не оренбургское, оренбургское газоконденсатное месторождение. Это южная часть Волгу-Уральского нефтегазоносного бассейна, когда еще вот мы видим, что есть соляная покрышка над этой залежью. Дальше, если мы будем с вами рассматривать месторождения более северные, то там уже идет выклинивание этой соляной покрышки. Ну, а это Восточная Сибирь, Сибирская платформа. И здесь мы с вами видим уже древний фундамент. И вот тут газовые залежи и нефтяные залежи. Они тоже относятся к этому же типу, но здесь в основном, видите, сектонически экранированные. И вот если здесь посмотрим, то мы видим вот это вот у нас нефть, да, а это газ. Здесь такая сложная залежь в плане. Ну, и самое крупное мировое месторождение, да, в мире, это месторождение Кхавар. Тоже мы с вами о нем говорили, что вот такое оно по площади очень большое. Несколько здесь сводов относятся к этому крупному валу, да. И здесь разрез, и мы тоже с вами видим, что вот основная залежь здесь находится вот тоже в антикринальные отраженные складки. Ну, здесь вот это лучше видно, более контрастно, да, что вот у нас здесь залежь будет рассматриваться, находиться. Ну, запасы, начальные запасы чуть больше 10 миллиардов, тоже они потом были пересчитаны, по-моему, сейчас дают 18 миллиардов, но это опубликованное. Вот, и, значит, нефть находится, в общем, на относительно небольших глубинах. Единственное, что это нефть, в отличие от сибирских, западно-сибирских вот этих, она сернистая, там до 2%, даже больше 2%, 3% серы. Сернистая нефть. И есть марка нефти, которая продается, и там дается как раз вот 2% серы. Хотя она несколько, ну, самая тяжелая, и бренда тяжелее по плотности и бренда, и тяжелее западно-техасской нефти. Ну, у них там свои марки, поэтому это, может быть, кто заинтересуется, это все можно посмотреть в интернете. Ну, следующий тип, четвертый тип, месторождение разрывообразования. Типы залежей, которые здесь выделяются, три класса, да, и вот рисовка этого класса. Значит, здесь вот выделяются экранированные по разлому и антиглинальные пластовые над разрывом. Такую мы тоже с вами, когда залежи, рассматривали такой класс залежей. Второй – это залежи приразрывных, где формируются коллекторские свойства за счет движения по разрыву. И тоже здесь могут вот приразрывных трещинных участков формироваться месторождения. И также горстовые третий, четвертый, десятый класс горсты. Ну, а разные типы ловушек, которые могут быть приурочены к этому типу месторождения, здесь тоже перечислены. Сводовые могут быть сводовые, хронированные по разрыву. Да, не только вот с разрывами связаны такие залежи линзотектонической трещиноваточки, и также вот пластовые массивные в горстах. Значит, это набор, ну, как я вам говорила, что это может быть в таких месторождениях, но не на каждом месторождении этого типа они все могут находиться. Следующий тип пятый – биогенные. Ну, мы с вами рассматривали многое, когда ловушки рассматривали, когда залежи. Но вот это месторождение я вам еще не показывала. Оно здесь, потому что у нас генезис комбинированный на этом месторождении. Значит, основная залежь у нас относится к биогенному выступу, да. Вот вы здесь видите, даже тут несколько залежей в биогенном выступе. Но есть и залежи, которые сформировались в нижнем комплексе, да. И здесь вот пластово-сводовое, здесь выклинивающийся залеж, да, выклинивающийся замещение официальное и тоже литологически ограниченный залеж. А вот над этим вот биогенным массивом развиваются и формируются залежи, как раз вот относящиеся к отраженного складка образования. То есть в процессе накопления вот этого следующего комплекса уже сформировались антиклинальные ловушки. И мы здесь видим пластово-сводовые залежи нефтяные. Значит, вот такое, как, помните, мы когда давали определение, да, еще вопросы были к этому определению, что к месторождению относится разрез, да, и генезис ловушек на этих месторождениях может быть разным, в разных комплексах. Да, вот как раз это такой пример, что здесь у нас биогенный выступ, здесь у нас отраженного складка образования над блоком каким-то, и тут отраженного складка образования уже над биогенным вот этим массивом. Поэтому вот такие месторождения тоже часто встречаются. В разных комплексах структурно-тектонических могут формироваться по генезису разные ловушки. Также к биогенному выступу относятся вот месторождения биогенных выступов Волгоуральского бассейна, и это одно из крупнейших месторождений, Шимбаевское. Вы поедете в этом году на практику, и как раз недалеко будет находиться это Шимбаевское месторождение. Но мы с вами будем проходить, я тоже собираюсь ехать на эту практику, рассматривать вот эти биогенные выступы, которые сохранились на поверхности. И вы увидите, очень интересно, там такие хорошие образцы и кораллов, и различных лилий, и прочее. Так что вот это там очень интересно. Но здесь как раз видно, что тоже вот это массивная залежь, которая приурочена вот к этому биогенному выступу. Ну, здесь, к сожалению, только одна залежь, но я думаю, что если мы с вами посмотрим общий разрез этого месторождения, то там можно встретить и другие типы ловушек, и другие залежи. Но основное здесь, конечно, и в биогенном выступе формируется крупное месторождение. Тоже биогенные. Это рифовый массив, там тоже рифовые массивы. Это я вам показывала, но я чаще вам показывала вот такую рисовку, где видно разные фоциальные фации, которые формируются в пределах рифового массива. Значит, это вот здесь хорошо видно вот эти диапиры, да, диапиры. И месторождение находится под соляной покрышкой между вот этими двумя диапирами. То есть эти диапиры сформировались, но еще до конца соль, как можно сказать, не утекла, да. И она вот в данном случае является покрышкой на этим биогенным выступом. Это крупное месторождение, значит, находится на глубине 4-5 километров, почти амплитуда около 2 километров этого биогенного выступа. Вот, нефти очень хорошие, легкие. Вот здесь как раз показано, что водо-нефтяной контакт где-то вот около 5 километров находится. Тоже из этого же бассейна, но несколько восточнее, находится Тенгизское месторождение. Здесь мы с вами тоже видим крупный биогенный выступ. И как раз вот видите, амплитуда, значит, в интервале этажной металлезоносности от 4 до 5, 500 почти, значит, метров. Тоже глубокая, глубокая залежь на большой глубине. 30 на 30 километров площадь, высота около 2 километров. Нефть тоже легкая, очень, видите, 0,79-0,80 грамм на сантиметр кубический. Дебиты, видите, как изменяются, и мы с вами говорили, что в массивных залежах, которые приурочены к биогенным выступам, дебиты меняются в зависимости от проницаемости отдельных участков коллектора, что вот мы в свое время изучали вот эти нефти этого месторождения, ну и смотрели тоже, конечно, ФЭС этого месторождения. И открытая пористость там 3,7% всего, а проницаемость в отдельных участках, отдельных участках очень высокая, до 500 миллидарси даже там были такие данные. Ну и здесь тоже видно, что это вот такой выступ рефогенный. Здесь массивная залежь. К сожалению, вот до воды так водо-нефтяной контакт так и не обнаружен был, он находится еще где-то глубже. Вот это месторождение этим характерно, что он здесь условный, этот водо-нефтяной контакт. Хотя газо-нефтяной он определен. Ну и шестой, предпоследний тип месторождения седиментогенных структурных элементов. То есть те, которые формировались в седиментогенезе, то есть при осадке накоплений. И об этих залежках мы с вами тоже говорили. Да, что это тоже здесь выделяется три класса. Значит, участок, выклинивающийся на моноклиналии, когда идет замещение, да, это накапливается в условиях, ну, в основном шельфа, да, потому что замещение песчаников, которые формируются в шельфовой части, идет фоциальное замещение на более глубокую зашельфовую часть лагуны. Вот. Ну и второй, локальных песчаных скоплений, тоже два подкласса. И чем они отличаются, эти залежи, мы тоже с вами рассматривались. По формам песчаного тела, да, это у нас бары, а это у нас речные линзы, речные линзы. Ну и последний, это связанный с клиноформами. В Западной Сибири, вот, настоящий, есть клиноформенный комплекс, и в других нефтегазоносных бассейнах тоже этот комплекс выделяется. Генезис его трактуется по-разному, этого клиноформенного комплекса. Но самое главное, что там есть ловушки, формируются ловушки, ограниченные, логически ограниченные со всех сторон. Ну, дальше мы с вами посмотрим, значит, тоже, не помню, это я вам показывала, но Западно-Сургутское нефтяное месторождение. И вот здесь как раз этот баровый песчаник, да, баровая линза, очень характерно выраженная, что верхняя часть выпуклая, а нижняя часть этого тела, она почти субгоризонтальна. Ну, а это месторождение уже американское, крайне говоря, не знаю, в каком нефтегазоносном бассейне, но здесь тоже очень характерны, это линза, баровая линза, здесь тоже очень хорошо показана. Речные линзы тоже это показывала вам, значит, форма отличается линзовидного песчаника, здесь, наоборот, у нас более вогнута нижняя часть, а верхняя часть, может, выпуклая, но разные формы. Ну, и это вот орландское месторождение. Здесь палео-река изображена, как она пересекает изогипсы структуры пласта длиннистого известняка, скорее всего. Здесь показаны линзы на разном уровне, поскольку реки в процессе геологической истории могут мигрировать, и это вы тоже можете наблюдать, особенно когда летите, смотрите в окно и пролетаете долину какой-то реки, то это очень хорошо видно. Я очень люблю лететь и смотреть, у окошка садиться, чтобы наблюдать. Это очень интересно. Это тоже я вам показывала, вот эти линзы, которые формируются в процессе осадка накопления, здесь фоциального замещения эти линзы, они тоже относятся к этому классу. Ну и вот эти клиноформы, это самое крупное по запасам в Западной Сибири месторождение, это приопское месторождение, и здесь это рисовка, а это уже конкретная интерпретация данных скважин. И здесь видно, что вот эти песчаные линзы, в которых и находятся залежи, они здесь вот отрисованы, но здесь более схематичные. Значит, я говорила, что генезис этих линз тоже седименционный, что они, вот эти песчаные, они считают, что они накапливались в условиях шельфа, на бровке шельфа, и потом, когда накопилось большое количество, то они, эти песчаные, могли сползти по склону шельфа. А другие считают, что это дельтовые отложения, которые накапливались в условиях дельты, реки. Так что вот две точки зрения. Ну, какая правильнее? На одних и тех же фактах одни исследователи доказывают одну точку зрения, другие исследователи другую точку зрения. Это я вам говорила тоже, что в каждом конкретном случае каждый исследователь имеет свою точку зрения. Ну и последний тип месторождений, седьмой тип, месторождений эрозионно-девенционных структурных элементов. Эрозионно-девенционных. То есть это уже, когда идет в истории геологического развития идет переформирование, да, и вы наблюдаете, что во всех трех этих классах обязательно есть несогласие, да, как раз вот, которое отделяет эти комплексы. И в разных комплексах у нас могут быть по генезису разные залежи, да, по генезису разные залежи. Ну и вот погребенных в возвышенность палеолюрефа, вот этот палеолюреф, это рисовка, сейчас покажу конкретное месторождение. Второе – это моноклиналии, которые были размыты тоже, и над ними накопился какой-то флюидоупор. Поэтому тоже ловушки вот такие моноклинальные, ограниченные этим несогласием. И также во время эрозии могут формироваться коллекторские свойства. Вот в этом, здесь карбонатная толща, и в процессе эрозии вот сформировались такие линзы, в которых формируются коллекторские свойства, значит, пористость. И поэтому залежи вот приуроченные, это не сплошная какая-то массивная залежь, а залежи ограниченные со всех сторон, вот такие линзовидные. Ну и примеры тоже я вам, когда залежи мы с вами рассматривали, мы тоже с вами рассматривали. Вот одно из крупнейших месторождений, тоже Хасим и Сауд, по-моему, в Алжире. Но точно не могу вам сказать, ну это и не важно. Но мы здесь видим вот этот выступ эрозионный, который был подвержен эрозии. И вот залежь сформировалась только в тех участках, где есть коллекторские свойства. Ну вот здесь очень хорошо, что здесь она не по пласту, да, а вот несколько больше высота залежи. Ну вот, как здесь сказано, высота залежи 280 метров, но притоки, полученные на тех участках, где вот эти отложения, кембрийские, были выведены на поверхность, да, где сформировались вот эти коллекторские свойства для... То есть сформировалась ловушка. Ну, запасы более 5 миллиардов, я говорила, крупное месторождение, но тоже оно уже открыто где-то тоже в начале 40-х годов, поэтому тоже оно почти выработано. И это тоже я вам показывала, месторождение. Значит, здесь мы с вами видим выведенную, ну это магматическое тело, которое преобразовано до серпентинитов. И в верхней части, да, в процессе вот здесь выведена была она на поверхность в это времени, да, а потом перекрыта мергелями, и поэтому здесь вот формируется залежь только вот там, где у нас есть коллекторские свойства, а не во всем этом массиве. Ну и это тоже я вам показывала. Это тоже выступ, но здесь несколько другая структура нижнего. Это у нас выступ магматического тела, а здесь паразионный, который сформировался по какому-то разрезу осадочных. Так, месторождение белый тигр тоже показывала вам, когда мы рассматривали залежи, и здесь это месторождение находится в акватории Южно-Китайского, по-моему, моря. Массивный залеж связан с гранитным выступом, да, и вот процессы эрозии, денудации эрозии проникли на глубину внутрь этого массива на тысячу метров. Значит, это месторождение, оно, вот как используется неорганиками для того, что они доказывают, что нефть у нас неорганического происхождения, а поскольку вот так в массиве глубоко эта залежь сформировалась, что, скорее всего, она, в общем, по этим разломам пришла из глубин, где нефть образовалась из минеральных компонентов. Так, это я показывала так. Ну и, значит, пример вот этих моноклиналий, которые, значит, месторождение моноклиналий, срезанных поверхностями несогласия из Тексас, тоже это классический пример. Мы с вами видим, что вот залежь сформировалась как раз вот в этой моноклиналии, которая срезана была несогласием и перекрыта уже флейдоупором. И вот Пратха-Б, тоже крупное месторождение. Здесь даже вот эти два комплекса, которые, значит, верхний является флейдоупором, а в нижнем выделены ловушки вот эти моноклинальные. Видно, что истории развития и тектонической подвижки, они в разных комплексах были направлены по-разному. Да, моноклиналий у нас в эту сторону залегает, падает, а верхний моноклиналь у нас в другом направлении. Поэтому здесь тоже вот хорошо видно, что формирование этих ловушек происходит в разные этапы геологического развития конкретного района. Значит, тоже к этому же классу, срезанных поверхностей углов несогласиям, относится самое крупное месторождение нафтидов, значит, асфальтов Атабаски. В Канаде находится, и вот благодаря этому запасам этого месторождения Канада в своё время подвинулась в среде, значит, стран где-то на третье место. Сначала вот когда ещё нафтиды твёрдые не включали в запасы, они были где-то на шестом, а то даже, может быть, и дальше от начала. А вот когда включили твёрдые нафтиды, то Канада передвинулась по запасам. Это твёрдые битомы Атабаски. Они активно продавали эти асфальты в Соединённые Штаты, но сейчас, благодаря тому, что Соединённым Штатам добывается сейчас сланцевая нефть, так называемая, то вот у них проблемы с продажей этих нефтепродуктов. Ну и здесь хорошо тоже видно, что в Нижнее здесь несколько этапов развития было этого бассейна. Значит, здесь мы с вами видим моноклиналь, да, и вот глубже здесь находятся нефтегазоматеринские толщи, которые по пути вторичной миграции не встречают ловушек, и поэтому в основном вся вот эта вот нефть, которая потом была окислена, да, оно как раз и собралось вот под этим несогласием, да, которое потом перекрыто было вот глинами. Добывается она в карьере, это эти табаски. Ну и когда мы с вами будем проходить на Афтиды, я вам покажу фотографии, где показаны, как идёт там добыча. Значит, тоже, значит, относятся вот к этому срезанных поверхностью несогласия. И в основном здесь залежи массивные, да, и вот эту вот часть разреза можно рассматривать как вот такой эрозионный выступ, который был, коллекторские свойства, в котором были сформированы как раз вот в это время эрозии и денудация этих отложений, и впоследствии, ну, по запасам, они очень крупные. Тоже это я вам показывала здесь, тоже классически мы видим с вами главу и несогласие, да, и залеж приурочен как раз вот к этому срезанному моноклинальному коллектору, да, месторождение тоже в Соединённых Штатах. Тоже я вам показывала уже это, когда мы с вами рассматривали типы залежей. Ну, а вот это уже западные предкавказья, это я вам, по-моему, не показывала, этот разрез. Здесь это рисунок, где восстановлена первичная структура, вот это была такая синклинально-антиклинальная складка, которая потом была вот размыта, да, вот это вот несогласие как раз размыв, и здесь, значит, накопился следующий комплекс. Ну, это вот две залежи, которые как раз моноклинально срезаны угловым несогласием, а вот это вот, вот эти вот, это по трещинам, да, по трещинам, такие линзовидные залежи, значит, это другой тип залежи, это тоже моноклинальная, которая, ну, как бы срезается, то есть, ну, экранируется, можно сказать, несогласием. Ну, а вот это, как считают исследователи, это молодая, молодая вторично переформированная залежь, то есть, она и в том, и в другом комплексе находится, то есть, самая молодая залежь, которая сформировалась при третичной миграции вот из этих сформированных залежей. Значит, шестнадцатый класс — это трещин и каверн под поверхностью размыва, но, к сожалению, разреза вот этого месторождения, которое относится к этому классу, я не нашла. Значит, тоже находится в Канаде, значит, вот на северном берегу озера Эри, и вот здесь очень интересно, что продуктивные известняки ордовикские, среднего ордовика отделены поверхностью несогласия и участвуют вот в строении такой крупной моноклиналии. Но вот не моноклиналия определила ловушки, да, а определила как раз развитие вот этих трещин и каверн под несогласием, когда эрозия происходила, и залежи только находятся в линзах выветривания под поверхностью размыва. Не на всем протяжении, да, такая массивная залежь, а такая линзовидная, литологически ограниченная со всех сторон, только в областях, где вот эти вторичные коллекторы были развиты. Ну, здесь я не буду долго рассказывать, просто мы с вами уже это подробно рассматривали, просто этот пример, где у нас водонефтяной контакт не горизонтальный, да, водонефтяной контакт, а наклонный водонефтяной контакт, и почему он формируется наклоном, это тоже я вам рассказывала. Значит, центростремительные, центробежные, залежи, так называемые, тоже они редко встречаются, и вот как пример, это бассейны скалистых гор, там в пределах скалистых гор выделяется до 20 нефтегазоносных бассейнов, которые приурочены к небольшим впадинам, и вот там формируются такие залежи, за счет, в основном, вот такие центростремительные, где у нас имеется напор вод, большое количество этих вод, и формируются вот центростремительные такие залежи. И как пример, я вам, может, немножко другую картинку, это из лекции Сергея Владимировича, значит, здесь как раз видно, что не антиклиналь, да, не вот свод антиклинали, залежь приурочен не к своду, а на крыле, да, что это вот такая линзовидная залежь, она как бы прижата. Ну и вот тут изображена эта рисовка, это конкретные структуры, да, и видно тоже, что вот эти вот линзы, они не структурные, не в структуре выделяются, а как бы наложены. Ну, на этом, наверное, про месторождение все. Значит, еще раз повторю, что самым наименьшим элементом нефтегеологического районирования является залежь, да, вторым, если мы будем двигаться более крупным элементом, это месторождение. И сегодня, вот мы с вами заканчиваем рассмотрение классификации месторождений, которое придерживается сотрудники нашей кафедры, было разработано у нас на кафедре в основе классификации месторождений Владимира Валерьевича Оленина. И, значит, когда вы будете писать уже бакалавские работы, магистрские, аспирантские работы, то вот это вам пригодится. Так, значит, ну, мы с вами продолжаем наш курс и немножко уйдем в сторону от элементов нетво-геологического районирования. И начнем рассматривать изменения нефти, да, вот той нефти, которая аккумулируется в залежи в процессе геологической истории, конкретной геологической истории конкретного нефтегазоносного бассейна. Ну и тема лекции — вторичные изменения нефти в залежи. Значит, они могут происходить в разных зонах литогенеза, геологенеза, и основные зоны — это зоны гипергенеза и зона катогенеза. Ну, прежде чем уже перейти конкретно к этим изменениям, немножко вспомним то, что мы с вами уже рассматривали, ну и что-то новое. Ну, то, что в прошлом семестре мы с вами рассматривали, как у нас идет генерация, да, в этом семестре мы с вами рассматривали уже, как происходит миграция, формирование залежей, да. А то, что сейчас мы будем рассматривать, это процессы, которые преобразуют состав нефти, изменяют состав и свойства нефти уже тогда, когда нефть аккумулировалась в залежи. Это происходит, ну, можно так сказать, два таких варианта. Первое, когда у нас вот это, в пределах этого нефтегазоносного бассейна, где сформировались залежи, произошло либо опускание, да, продолжающиеся этого нефтегазоносного бассейна, и вот в более высокие температуры, чем главная зона нефтеобразования, 180-200 градусов, как здесь показано, и выше, то здесь происходит преобразование в зоне катогенеза, то есть вот состав нефти, молекулярный состав нефти, а раз изменяется молекулярный состав нефти, то и свойства нефти меняются. Ну, либо вот этот участок летосферы будет, наоборот, воздыматься, да, на каком-то этапе геологической истории, и эта залежь из благоприятных условий, где она была законсервирована, эта залежь, она переходит в условия окислительные, в зону гипергенеза. Значит, в зоне катогенеза у нас происходит изменение термобарические, да, реакции идут, процессы происходят в результате термобарических факторов, а в зоне гипергенеза в процессе окислительных. И вот все эти изменения, которые происходят уже в залеже, изменения состава, называются вторичными. Поэтому мы с вами сейчас и будем рассматривать вторичные изменения нефти в залеже. Ну, когда нефть собирается в ловушке в процессе вторичной миграции и формируется залеж, то вот эта нефть, если ее сразу исследовать, да, и если с этим участком литосферы ничего не произошло, то эту нефть мы называем первичной. То есть та, которая была сформирована и которая в процессе миграции еще деформировалась и поступила в эту залеже, это первичная нефть. А вот все те процессы, о которых я только что говорила, катогенетические и гипергенетические, они преобразуют эту первичную нефть. Ну, значит, состав первичной нефти, которая изменяется, да, разные исследователи рассматривают по-разному. Какая она, эта первичная нефть, поступает в залеже, какой состав нефти, поступающий в залеж, различен. И вот здесь перечислены исследователи конца XIX века, начала XX века, ну, эти фамилии я вам тоже говорила, да, вот, например, Геффер, в библиотеке есть его книга, где он как раз рассматривает состав нефти, вот эти вот всякие вопросы. Ну, Стадников тоже известный, Энглер тоже, эти фамилии я все вам говорила. Ну, и вот эти исследователи, которые здесь перечислены, они считали, предполагали, что живое вещество животных является основным, органическое вещество этих, некромы этих организмов, животных организмов является источником, ну, в основном, главным образом олифатических углеводородов. Значит, вот и первый, который вот обосновал это и рассмотрел, был Энглер, который вот в конце XIX века предложил теорию, что нефть образуется из жирных кислот живого вещества животного происхождения, да. Ну, какие у нас животные происхождения есть? Зоопланктон, да. Ну, мы не рассматриваем крупных животных, ни рыб, ни никого, но, возможно, они рассматривали это. Вот, и поэтому вот эти жирные кислоты, они являются более устойчивыми и сохраняются в осадке, да, потом уже идет образование в диагенезе, начинается, и потом в катогенезе преобразование. Ну, они как бы теоретически это обосновывали, вот Энглер, и делали эксперименты, исследовали, как преобразовываются вот эти жирные кислоты, во что они преобразовываются. Ну, и... Ну, они также и говорили, поскольку были знакомы, что там, где накапливаются осадки, органическое вещество, там присутствуют еще и растения. Поэтому роль растений, они тоже как бы не зачеркивали, что тоже и растения, но основные все-таки они рассматривали животных. Эту точку зрения принимал и Геффер, и поэтому вот эта теория первичных нефтей, она получила название Энглера-Геффера. Что они, ну, они хорошо объясняли и реакции, написанные и прочее, что объясняли образование метановых или алкановых, да, по новой номенклатуре нефтей, но не могли объяснить происхождение циклических, нафтеновых и ароматических, и ароматика нафтеновых углеводородов. И поэтому вот эта теория не была обоснована, откуда берутся вот эти циклические соединения в составе нефти. Ну, другой исследователь, уже более поздний, видите, 1919 год, Мэбери, он в противоположности этой теории Энглера-Геффера считал, что нефти, богатые главным образом вот азотистыми и сернистыми соединениями, и наверняка, когда мы с вами рассматривали состав нефти, это я тоже вам показывала, что вот содержание азотистых и сернистых соединений больше в нафтеновых и ароматико-нафтеновых нефтях по составу. Ну, они образовываются и из животных, да, а метановые с невысоким содержанием вот этих компонентов из растительных, остатков растительных организмов. Зубер еще позже, видите, 1933 год, он придерживался гипотезы происхождения нефти из растительного материала, предполагая, что при большом содержании лигнина образуется тяжелая, тяжелая, как они говорили, асфальтовая нефть, а при отсутствии лигнина, то есть из простейших растений, образуется метановая. Значит, вот такие точки зрения существовали в начале, в конце 19-го, в начале 20-го века. Станников, это российский исследователь, видите, 1937 год, он называл себя сторонником образования, происхождения нефти из растительных организмов, и он называл эту свою теорию «лигниново-жировая теория», но он включал состав исходного материала из зоопланктона к растительным организмам, значит, из водорослей, из высшей растительности, и зоопланктон сюда тоже посключал. И он тоже объяснял разный состав первичной нефти преобладанием в органическом веществе разных компонентов. Если сопропилевые компоненты, то в которых содержатся предельные и непредельные жирные кислоты, также гумусовый материал, а вместе с ним смол, смолы, ну это смолы, которые растительные смолы, да, и воски, образуются вот метановые. А нафтеновые нефти образуются в том случае, когда вот этот сопропилевый материал преодолевает непредельные жирные кислоты с малой примесью гумусового органического вещества. В общем, все он закладывал в растительный материал, но разное соотношение компонентов этих растительных материалов дают разные нефти. Ну вот у Стадникова он считал, что асфальт не является продуктами окисления нефти. В настоящее время это доказано, что асфальт является нафтедами, то есть те, что образуются из нефти. И поэтому вот он генетический ряд рассматривал угли, горючие сланцы, потом асфальты, и тоже как твердые горючие ископаемые, и нефти. Ну а исследователи уже более поздние, здесь по времени тоже конец 30-х годов, 50-е годы, даже вот Коломбо, 70-е годы объясняли разнообразие нефтей разными условиями накопления осадков и органического вещества, значит, социально-элитологическими условиями накопления осадков. Ну, мы с вами уже рассматривали, что накопления в разные условия, они определяют и какие организмы живут в этих условиях, и какая некрома попадает, и с чего формируется это органическое вещество в этих литолого-фоциальных зонах. Ну и также вот здесь два, две фамилии упомянуты, что в своих работах по этим вопросам, по с чего формируется, эти исследования также и рассматривали условия преобразования. Видите, здесь созревание нефти в различии состава нефти тоже играет роль не только исходное вещество, но и условия нахождения и преобразования этого органического вещества приводят к различному составу нефти. Значит, вот это вопросы, которые касаются точек зрения формирования первичных нефти. Ну, мы с вами уже говорили, хотя так не рассматривали подробно происхождение нефти, но говорили, что нефть — это продукт термолиза или термокатализа органического вещества, не всего органического вещества, а липидолипоидной природы, да, липиды и липоиды, которые лучше сохраняются, и потом уже в условиях диагенеза начинается формироваться, кероген разного типа — это мы с вами уже проходили. И как формируется состав нефти, тоже об этом мы с вами рассматриваем. Какая точка зрения мы с вами рассматриваем, современную точку зрения. Ну и, значит, устойчивость этих липидов и липоидов, они имеют такой состав, что бактерии их хуже как бы преобразуют, поскольку у многих бактерий нет ферментов для того, чтобы перерабатывать эти исходные вещества, и поэтому они лучше сохраняются, а потом уже в условиях термолиза и термокатализа из них образуются вот те углеводороды, которые представляет сейчас нефть. Ну и вот высказывание тоже исследователя Добрянского, и тоже в библиотеке есть его книга 1948 года, тоже, если кто, может быть, в курсовую чего-нибудь ставите, писал, вот очень, посмотрите, как он написал, что в живом веществе нет ни метановых, ни нафтеновых углеводородов. Об этом мы с вами говорили, да, что углеводорода в составе исходного живого вещества нету, а содержатся лишь вещества, образующие эти углеводороды, вот эти липиды и липоиды. Нефть образовалась не из животных, не из растений, не из высших или низших форм организма, а из смеси всех этих форм. Вот очень хорошее высказывание Добрянского, и он здесь поставил как бы точки над «и», что эти углеводороды, их нету в исходном веществе, они образуются и из смеси вот этих форм. Теперь, значит, одну точку зрения мы рассмотрели, теперь рассмотрим, какой состав первичной нефти. Тоже есть две группы исследователей, которые считают, что исходная нефть преимущественно метанового, или алканного состава. И вторая точка зрения, которая считает, что первичные нафтеновые, тяжелые нефти, нафтеноароматические и ароматико-нафтеновые. Вот к первой группе исследователей, которые считают, что первичная нефть, которая образуется в главной зоне нефтеобразования и потом мигрировала в залежи, в ловушки, сформировались залежи, она преимущественно метанового состава. А вот, извините, преимущественно нафтенового состава, а образуются метановые. Вот метанизации происходят в процессе катагенеза вот этих нафтеновых и нафтеноароматических нефтей. То есть нафтеновые, тяжелые нефти, вот эти исследователи считали, что они молодые, геохимически молодые. А потом, когда они в процессе геологической истории, залежи опускаются в условия повышенных температур, доформируются метановые нефти. Но это сложилось тогда, когда вот эта вот точка зрения сложилась тогда, когда еще не было глубоких скважин. Скважины были, ну, где-то в пределах двух километров. А вот в этой части разрезов, как правило, в большинстве нефтегазоносных бассейнов находится нафтеновой нефти, да, нафтеновой нефти. И поэтому вот они так и считали, что первичность, первичные нефти, они тяжелые, мальтоподобные, нафтеновые. Так вот и считал и Добрянский. И они это обосновывали и экспериментально, и химически доказывали. Вот его продолжатель Добрянского Андреев, тоже есть у него книга «Типы нефтей», тоже можно посмотреть, 58-го года. Он рассматривал вот низкотемпературные превращения углеводородов и тоже пришел к выводу, что из нафтеновых ароматических углеводородов, что это термодинамически выгодно, да, энергетически выгодно идет преобразование этих углеводородов в метановые. А далее, если продолжается процесс, то метан и графит, то есть конечные продукты. И Добрянские, вот эти все исследователи, которые здесь перечислены, они рассматривали процессы генетического преобразования, термолистер-термокаталис, как единственные, которые формируют нефтеразнообразного состава. Понятно, что первичные они считали тяжелые, да, нафтеновые, нафтеноароматические нефти. В процессе термолиза и термокаталис в условии повышенных температур формируются другие, более обогащенные метановыми углеводородами. Продолжение следует... Продолжение следует...